Друзья, всем привет! С вами Fashion Vector Design и я Чайковская Екатерина. Сегодня мы поговорим о том, как рисовать разные фактуры. Я специально прикладываю фотографию, чтобы вы понимали. Смотрите, здесь у нас ткань однотонная, с небольшим матовым напылением, но ее можно просто как обычную сделать. Здесь у нас прозрачная ткань со складочками и еще дополнительно такая пушистая штучка. Сейчас мы это все будем с вами изображать на эскизе, для того, чтобы оно было похоже. Так что исходник у нас есть, я беру шаблон, у меня шаблон уже размеченный, и уберу с него лишнее, а именно отрежу его по линию вот так вот бедер и сделаю покрупнее, для того, чтобы удобнее было рисовать. Задача нарисовать вот такую красоту, вы видите. Рисовать я буду половинку, слава богу, все здесь симметричное. Вот эту часть мы потом просто поправим. И смотрите, здесь центр груди, центр груди, центр груди, центр груди. На шаблоне все есть. Блокирую этот слой, блокирую слой, на котором шаблон и на котором фотография. Беру инструмент перышко. И мы сейчас начнем данный рисунок. Итак, давайте первонаперво нарисуем основу. Вообще, как я вижу, линия прямая, но я бы ее чуть-чуть выгнула. Мне кажется, так будет интереснее смотреться. Так, половинка и половинка. Значит, эту часть мы с вами сделали. Сразу возьмем зеркальное отражение. Оно находится вот здесь, инструмент зеркальное отражение. Щелкнем по центру. Оп. У нас получается единая штучка. Вот здесь у меня есть ощущение, что оно у меня не стыкуется. Да? Нет, стыкуется, все нормально. Просто приближаем и смотрим. Не надо гадать, не надо ничего придумывать. Надо просто приблизить и посмотреть. Приблизили, проверили. Окно. Обработка контуров. Мне, кстати, писали. Екатерина, зачем вы каждый раз показываете, где что находится? Ведь, ну, может быть, человек смотрит это видео первый раз. И вообще ни с чем больше не знаком. По крайней мере, понятно, какие инструменты я откуда достаю. Поэтому, кто смотрит не первое видео, уж извините. А кто смотрит первое, вот где эти все инструменты. Так, теперь у нас с вами наши великолепные линии кроя. Мы их поставили. И вот эту часть мы можем залить. Давайте зальем белым цветом. Все. Здесь у нас с вами полное совпадение с тем, что мы видим на фотографии. Мы выполняем по фотографии технический эскиз. Такое тоже иногда бывает. Кстати, когда, например, делают что-то сложное наколкой, то после этого вот как бы такая история случается. Так, сейчас я немножечко приближу, чтобы мне рукав было удобнее рисовать. Вот смотрите, что я буду делать и как рисовать. Потому что вот этот эффект полупрозрачности и хочется, чтобы складки вот точно так же отражались. Я сейчас нарисую базовый слой. Рисовать буду на отдельном слое. То есть один слой вот у меня это основа топа, второй слой это рукава. Рукава, вот как видите, здесь у нас три четверти. Беру слой, смотрю откуда начинается, где-то вот отсюда со спущенным плечиком. И естественно вот эту вот всю неровность мы передаем. Ее нужно аккуратно отобразить. Линия локтя. Потом сейчас будем сверху дорисовывать складочки, но первично это надо сделать. И вот здесь тоже двойной слой по низу. И опять вот эту вот присборенную неровность. Все это прорисовываем. Так, соединяем. Вот такая штучка получилась. Если я понимаю, что какие-то точки у меня слишком далеко отошли, мне нужно скругление, я естественно с ними прорабатываю. Потому что у меня все-таки это ткань, не бумага, не какое-то жесткое мероприятие. Я это все делаю. Так что вот так это мы все собираем. Аккуратненько. Все точки, которые вышли за ту зону, которая мне не нужна, мы делаем. Пропало, потому что я забыла задать цвет контура. Вот цвет контура. Вот такая штучка. Если нужно какие-то точки наверх, какие-то вниз, просто туда-сюда вот это все подвигать, чтобы все встало на свои места. Вот. Теперь, что сделаю лично я? Вы можете так не делать. Я блокирую этот слой. Объясню почему. Потому что, когда я сейчас начну рисовать пером, будут цепляться точки и будут, соответственно, цепляться. Можем здесь заблокировать на уровне объектов. То есть у нас будет слой, внутри его объекты. Можем просто создать новый слой. Я люблю больше создавать новый слой. Лично моя прерогатива не обязательно так делать. Но за счет этого у меня ничего на изображение не цепляется. То есть у меня все заблокировано. И я буду работать сейчас только вот такими кусочками, которые, естественно, ну как бы никуда не будут цепляться и будут мне позволять рисовать вот эти вот маленькие складочки, которые есть. Это будет намного-намного удобнее для рисунка. Смотрите, вот здесь маленькие складки. Я сейчас приближу вот эту вот красоту, чтобы быть более четкой в том, что я буду рисовать. И буду планомерно все заполнять. Потом у меня это будет без цвета контура, только заливочкой, поэтому на контур можем не смотреть. И вот так вот заполняем все кусочки. Вот так мы нарисовали. И по низу обязательно нам нужно с вами сделать, как будто бы у нас подворот, то, что мы видели на фотографии. Вот таким образом сюда это восстанавливаем. Смотрите, что получилось. А сейчас я попробую сделать заливку для того, чтобы оценить, насколько я попала. У меня это изолированный слой, никаких проблем тут нет. Сгруппировать. Убираю цвет контура и делаю цвет заливки. Даю ему непрозрачность. Поскольку у меня эскиз черно-белый, мне сейчас нужна такая сильная непрозрачность. Но когда будет на темном фоне, на светло-сером, например, то оно тоже будет себя хорошо вести. Сейчас покрасим, я покажу, как это будет смотреться. Вот таким образом. Я смотрю, если я понимаю, что мне где-то не хватает, то я добавляю. Соответственно, они сейчас будут смотреться такими черненькими штучками. Потом мы им дадим то же самое заливочку. То есть, видите, здесь их побольше. Я просто дополняю. У меня они не все идут насквозь. И то же самое я вижу здесь, то, что вот коротенькая складочка, коротенькая, поменьше. Это все можно сделать. И я бы даже здесь не стала делать дополнительную линеарную поддержку, потому что так тоже будет хорошо. Этого будет достаточно. Особенно, когда будем это все делать на черном. Будет отдельно как бы это все интересно. Так. Сейчас мы непрозрачность посмотрим. Здесь у меня непрозрачность 22. И, соответственно, сюда тоже дадим такую же непрозрачность, тоже 22. Вот. Все это вместе сгруппируем. Получается вот такая история. Теперь, поскольку у меня были разные слои, я разгруппировываю там, где у меня контур рукава, и там, где у меня складки. Тоже даю сгруппировать. Сразу все собралось на один слой. Лишний слой удаляю. И здесь у нас все просто и понятно. От центра. Оп. Делаем. Все собралось. Теперь смотрите. Вот эта вот часть, которая, вот эта передняя, вот этот уголочек, оно у меня должно быть сверху. Поэтому в слоях я переношу наверх. То есть вот эта часть, она перекрыла. И если здесь даже есть какая-то неровность, она мне закрыла. Теперь вот такую пушистую штучку, как нам сделать. Опять же, создаю новый слой. Давайте, чтобы и видно было, и понятно. И рисую. Половинку я буду рисовать. Целой мне не нужна. Такой вот обхват шеи. Вот такую штучку. И таких контуров мне нужно нарисовать. Я думаю, что двух мне хватит. Ну, или три. Я сейчас посмотрю, как будет себя вести. И уже точно вам смогу сообщить. Два или три. Я не очень сильно стараюсь сделать прям форму красивую. Ну, вот я имею в виду вот эту вот. Я не буду выравнивать, потому что мы сейчас будем делать эффект вот этой пушистости. И это не обязательно. А вот эти вот уголки мне не нравятся, поэтому я сделаю вот такое скругление. Вот. Что теперь с этим будем делать? Мы это выбираем. Эффект. И здесь мне нужна деформация. Сейчас я скажу. Мне нужно огрубление. Вот оно. Исказить, трансформировать, а огрубление. И вот здесь мы сейчас с вами эту настройку и сделаем, для того чтобы получилось так, как нам надо. Можно сделать гладкие, можно сделать угловые. Абсолютные, относительные. Опять же, смотрите визуально. Это вот высота. А это насколько она будет вот такая вот огрубленная. Вот такая штучка. Здесь мы это настраиваем. Можно здесь сделать 0,5. Она будет поуже. И получается вот такой вот шуршунчик. Когда он будет в заливке, будет вообще идеально смотреться. Если понадобится, то еще основу сделаем. И вот это то, о чем я говорила. Нужно посмотреть, хватает одного контура или нет. Или можно вот так вот сдублировать то, что есть там внутри, для того, чтобы сделать его более пушистеньким. Мы с вами создали три фактуры. Полупрозрачная ткань, основа и вот пушистик. По-моему, достаточно похоже. Что бы я еще на этот эскиз добавила? То, с чем у многих очень большие проблемы, это тени. Вот смотрите. Вот сейчас вот на эту часть. Над ней сверху поставлю. Давайте подпишу. Это основа. Это рукава. Можно подписывать, можно не подписывать. Я не подписываю. Просто сейчас, чтобы более наглядно было, это на шею. Пушистик. Но мне так понятнее. Здесь никакого сверхтехнологического смысла я туда не закладываю. Просто понятно. А вот это будет сейчас слой, на котором я буду рисовать тени для основы. Что я рисую? Вот она у меня, форма груди. Соответственно, под грудью сюда тоже пойдет. Сюда мягко. Представьте, вот такую вот цилиндрическую историю. Вот она сюда пойдет. Здесь тоже. За счет того, что ткань ровная, я могу сделать тени достаточно ровного контура. Если бы ткань была более такая вот в складочку, то я бы тогда и тени более дерганно рисовала. Ну, вот здесь можно чуть-чуть добавить прям по краешку. Вот и все. Вот больше теней не требуется. И тени я сейчас вот так выделю. Тоже дам им цвет контура черный. И дадим им непрозрачности. Вот здесь мне не нравится, как получилось окончание. Соответственно, мы можем это поправить. Добавлю точку. Инструмент перо плюс. И потом мы ее сюда дотащим. Не вижу. Не вижу точки, поэтому непонятно, как оно там себя ведет. Вот таким образом. Ну и вот такое вот. Пересечение тоже мне не очень нравится. Сейчас мы его уберем. Вот так. Вот. Наш эскиз в черно-белом виде у нас получился. Теперь давайте то же самое переложим на, ну, соответственно, черный цвет, как и здесь. Я теперь разблокирую все, из чего у меня нарисован эскиз. Выбираю и сгруппировываю. Смотрите, хлоп. У меня лишние слои, мы его убираем. Поэтому я слои обычно не подписываю, потому что вот здесь у меня этот слой с эскиз. Это слой с эскизом. Вот. Немножечко сейчас я отставлю фотографию. Расширю размер монтажной области и скопирую вместе с шаблоном. Вот так вот. Вот сюда копию. Соответственно, у меня будет черно-белый эскиз и у меня будет цветной эскиз. Поправим по центру. Вот. Тоже монтажная область. Можно вытащить сетку. Я глазометрически выравниваю. Можете вытащить сетку, если вам с сеткой комфортнее. Все. Это я блокирую. Теперь эскиз он у меня сгруппированный. Как работать с группой? Если помните хорошо, если не помните, сейчас покажу. Так. Это мне больше не понадобится. Двойным кликом вхожу в режим изоляции. То есть вот она группа. Двойной клик. Я вошла в режим изоляции. Вот я могу отдельно задавать цвета. И вот смотрите. Я могу задать не черный цвет, а темно-серый. И тогда я буду видеть все эти линии. И тоже вот здесь уже при помощи непрозрачности могу это регулировать. Теперь отдельно рукава. Захожу двойным кликом. Выбираю контур. Выбираю цвет черный. И соответственно даю ему непрозрачность. Теперь выбираю тени. И тоже. Сейчас мы двойным кликом туда войдем. Видите, они требуют, чтобы в них вошли. И делаю больше вот эту настройку непрозрачности. Они, кстати, могут быть не все с одной непрозрачностью. Они могут быть с разной. И это зависит от того, какие у вас потребности и что вы хотите увидеть. Действительно какая-то может быть более темная, какая-то более светлая. Вот такая история получилась. Что еще можно сделать, чтобы я добавила? Я бы вот у основного рукава Ctrl-C, Ctrl-B. Убираю цвет и оставляю вот здесь вот просто жесткий контур. Чтобы он был, ну мне так кажется, будет красивее. Да. Вот он эскиз. Опять же смотрите, насколько вам по цвету подходит то, что у вас получилось. Вполне возможно требуется коррекция. Вот по уровню непрозрачности это настраивается индивидуально на тот цвет, который вам нужен. Опять же мы все это смотрим вот прям глазками. Потому что каждый эскиз уникален и дать какую-то тут универсальную рекомендацию нельзя. Поскольку я создание достаточно ленивое. А кто ленивый и знает программу, тот просто берет и вот так вот это все копирует. Они не начинают то же самое делать на второй половинке. И давайте попробуем вот здесь задать черный цвет заливки. Да, видите, она стала более густая. Вот такой эскиз у нас получился. Ну, я бы сказала, что здесь есть некоторый синюшный оттенок. И нужно понимать, что внутри девушка у нас бежевая. Да. И вот ко всему вот этому синему, черному цвету мы можем немножечко... Вот она вылезла. Ну, добавить, так скажем, синюшности. Вот такой. И тогда будет более холодный цвет. Возможно, будет смотреться более интересно. Но, честно говоря, не улучшила это эскиз. Я лучше оставлю так, как есть. Вот таким образом на одном эскизе мы можем с вами показать разные фактуры ткани. Я, в принципе, могла скачать фактуру этой ткани и прилепить ее сюда. Но я сделала просто эффектами иллюстратора то, что мы делаем. Простая плотная заливка. Заливка с прозрачностью, которая позволяет нам создать складки. Можно дополнительно дорисовать линии, но я не вижу в этом здесь необходимости. И заливка такой вот пушишкой, которая действительно имитирует, что там что-то такое пушистое. Такой способ. Пробуйте. Пишите мне свои комментарии, как вам такой метод рисования эскизов. Похоже, не похоже. Ну и, конечно же, в комментариях можете указать, чтобы вы еще хотели посмотреть, как рисуется. На этом все. До скорых встреч. Пока-пока.